Доброго времени суток, уважаемые зрители! Четвертый тур американского чемпионата МЛС. Сезон только-только набирает обороты. В четвертом туре случилось, как у нас уже стало принятым или традиционным, два разгромных матча. Помимо этого, Нью-Йорк уже во второй раз подряд терпит, можно сказать, потерю очков, что ли. А обо всех остальных событиях, которые были в четвертом туре, мы узнаем дальше. Вы смотрите Play Loud, четвертый тур, Американская лига МЛС. Меня зовут Ринат Субеев. Поехали! Мы вновь рады приветствовать всех зрителей в студии Play Loud. Начну сегодняшний эфир, как всегда, традиционно, с представления моих гостей. Сегодня гости бывалые в чемпионате МЛС. Это игроки команды Лос-Анджелес Галакси, капитан Максим Михайлов и... Вадим, подскажи свою позицию. Какая у тебя? Защитная сторона. Центральный защитник Баранов Вадим. Доброго времени суток еще раз. Как обстоят дела в стане команды Лос-Анджелес Галакси? Ну, дела обстоят, в принципе, средние. Сейчас готовимся к важному отрезку в чемпионате. Мы будем играть в Копе Америки. Мы один из ключевых матчей группы с Саранди. Потом мы будем играть с Далласом. Ну, то есть, собственно говоря, это повлияет на начало сезона, как мы его проведем. Потому что, если мы все выиграем, тогда, в принципе, могу сказать, что удачное начало сезона было. Несмотря на поражение Сиэтла. Вот. Вадим, как можешь сказать, Лос-Анджелес тот или не тот сейчас? Ну, трудно что-то еще говорить, потому что, как сказал Максим, только начало сезона. Но, опять-таки, если вспоминать прошлый сезон, то после 7 матчей у нас было 7 очков. Нет, ну, мы начали 4 первых матчей, у нас одна победа была. Но у нас календарь был сложнее. У нас был сложнее. Но мы его очень плохо начали. Да, по сути, ну, часто мы приедем к Сиэтлу, и то, как бы, заслуженно. Мы не спорим. Ну, что ж, как обычно, скажем так. Перед обзором четвертого тура пройдемся по результатам жеребьевки Копа Америка, о чем сказал уже Максим. Перед собой вы видите турнирную таблицу, а точнее, разброс в группах. Парни, можете прокомментировать, насколько удачным или неудачным, удачной получилась жеребьевка для команд из МЛС. Ну, я уже извинялся перед оборудованием, что я не Тотти вытянул, потому что у вас, конечно, я думаю, самая тяжелая группа. Давайте, я извиняюсь, что перебью. Для зрителей поясню, что в этом розыгрыше Кубка Америка, Кубка Америки, господи, что ж я так заговариваюсь. Кубка Америка. МЛС представляет 5 коллективов. Это Нью-Йорк-Сити, Динамо Хьюстон, Сиэтл, Коламбус и Лос-Анджелес Галакси. Максим, продолжай. Так, ну, в принципе, у вас, ну, если говорить о Динамо Хьюстоне, группа достаточно сложная, потому что... Ну, я считаю, что из первой корзины вам попалась самая приемлемая команда – это Райсинг. Вот, потом Бельгран, очень неуступчивая команда, я думаю, они на Куб Америка будут собираться. Мы в том году играли с Бельграном, оба раза выиграли, но матч очень тяжелый был. Вот. Палмирос, я считаю, это вообще фаворит в третьей корзине был, самая сильная команда. Вот, то есть, ну, достаточно тяжелый соперник, я почему-то думал, что они с первого места в группе. Вот. Давай по другим группам. Касательно первой группы, Интер, в принципе, главный фаворит Копы, потому что я посмотрел сейчас на то, что у нее он очень много очков теряет, причем с командами, где он должен просто, ну, выносить, грубо говоря. Вот. Поэтому в первой группе главный фаворит Копы Америки – это Интер. Потом Нью-Йорк-Сити. В принципе, я считаю, что Нью-Йорк-Сити обязан выходить из группы. Вот. Потому что, в принципе, если не считать Интера, достаточно приемлемая группа, с которой они должны выйти. Вот. Ну, это, я уверен, на 90% что это со второго места выйдут. Вот. У нас группа средняя, на самом деле, до начала жеребьевки, мне интервью Боря Мурин брал. Вот. И я сказал, кого хотел бы видеть. Сан-Пауло. Ну, потому что мы в Сан-Пауло играли. 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 Любовь такая, да? Да. Вот. Сан-Пауло хотели сыграть. Хотели сыграть с Коламбусом. Реванш такой, взять. Вот. И хотел сыграть с Рассингом, но я думал, просто они будут во второй корзине. Но я думал, почему-то, что Саранди выпадет, как в том сезоне. Собственно говоря, практически угадал все. А что ты скажешь о группе, где играет твоя любимая команда? Сиэтл, ну... У них, на самом деле, им, в принципе, повезло чем-то с группой. Потому что, я думаю, они должны выходить со второго места. Но, я думаю, с первого места они из них не выйдут. У него, я думаю, у него, я думаю, у него все-таки соберется на Коп-Америки. И, там, в группе будет пара разгромов от них. Вот. Ну, все-то, я не знаю, что сказать, в принципе. Ну, в этой группе, я думаю, они должны выйти, но... А как они их стыдаются в плей-оффе, посмотрим. Пожелаем удачи всем командам в этом розыгрыше. Отдельно пожелаем удачи, конечно же, коллективам из МЛС. Ну что ж, перейдем к обзору четвертого тура. Пойдем в хронологическом порядке. И первым матчем в этот минувший уикенд был как раз-таки матч Лос-Анджелес-Галакси. Давайте посмотрим, что же было в этом матче. Опа. А что это такое? Ну, это мы ждали минут, наверное, 10. Где Филадельфия-то? Ну, Филадельфия вначале не собралась, но... В меньшинстве, да. В меньшинстве на сколько в меньшинстве? Они начали в шестером, но там быстро сразу седьмой подскочил, восьмой, в принципе. Поэтому они, на самом деле, в меньшинстве играли мало. Все, я молчу. Да. Ну, Вадим, может, давай, Вадим. Вадим, что-то у меня язык уже устал. Костя Камдун, центральный защитник в вашей команде, играет на чужой половине поля. Да, все началось с того, что Костя Камдун открыл счет в матче. То есть мы для этого тоже подходили достаточно много раз к воротам. Пытались даже ударить, но почему-то мы не били, а пасовали. Вот. Ну, Костя в итоге это надоело. Он взял, пошел вперед, убрался под левую, и он открывает счет в этом матче. Насколько я знаю, тяжело далось начало вообще в целом. Ну, как сказать, тяжело. В принципе, ну, за первый тайм, наверное, очень красивый гол. Красивый гол. Вот. Он, в принципе, игру вообще сломал для Филадельфии. Потому что очень похожий матч был с Портландом у нас. Мы тоже вели 2-0, то же самое было. Мы подходили к воротам на Нибире, катали как-то мяч. Да, это, я думаю, гол-тура может быть будет. И в итоге в матче с Портландом мы забили 2, и как-то немножко успокоились. Вот. И потом мы глупейший гол пропустили. А тут, в принципе, мы все-таки продолжили давить. И после третьего гола Филадельфия вообще сломалась. мы за тайм забили 9 голов вот на в принципе в обороне мы сыграли идеально филадельфия нанесла один удар поворотом наверное метров с 30 то есть вообще мы ничего не дали сделать в принципе счет я даже думал еще даже не по игре потому что должны больше набивать все говорят что ну не говоря точнее филадельфия снимется филадельфия снимется что думаете сложно сказать на самом деле на этот счет потому что вот светло примерно снимал здесь вопрос настроен на самом деле но вот настроены ли они продолжать играть в таком духе скажу так я думаю портнут не снимется а филадельфия в итоге снимется потому что но если бы моя команда приезжала в шестером на маще вот то есть но у меня такого просто не может а филадельфия приехал что он еще опаздывал и а филадельфия старая команда ну то есть они раньше играть за ладельфия да это бывший бетафога мы даже с ними играл в том сезоне вот такие вот как у нас дублер забил вышел на первый матч вот в принципе игра такая яркая для нас получилось много забили вот скажем так потренировались любом случае такие матчи должны быть я считаю такие матчи должны разгрузочные перед важным ну да по статистике три гола вашем команде хитрик оформил вишневс вишневецкий прошу прощения вот удар вадима был 92 года два гола руснак один гол михайлов один гол беляков один гол камдун один гол малебога один гол хасигов и один гол чернышев до решили сломать даже вратарь у нас голевой отдал у нас и здесь из 11 человек есть человек ответить здесь мне такого человека не был поздравляю что могу сказать лос-андельс galaxy с победой по вот поэтому матч добавить нечего уверенная победа galaxy филадельфии я не знаю честно что нужно посоветовать команде которая уже в которой раз терпит разгромное положение от фаворита нет фаворита неважно я считаю что нужно подумать над составом и все-таки начать уже думать что ли предпринимать какие-либо действия продолжим дальше следующий следующий матч матч сиэтл монреаль 32 май завершился именно с таким счетом перед тем как мы будем смотреть обзор предвосхитим те события которые там происходило ну так как у меня играл рядом дубль и остался на дубль смотреть вадим смотрел ну вот вадим расскажи что было только коротко перед матчем все-таки смотрим все это он первый счет открыл я не помню даже в видишь там 20 дайсак я вопрос задам так почему не так много забили я честно говоря не знаю но монреале это понимание все-таки в оборонительной манере больше играет осиэтл это команда которая в первую очередь идет чужих ошибку играет на то что но в матче сдался как я понимаю там обороты дался на чудила матч раз galaxy что сделал камду я в жизни не сказал ну что же все давайте смотреть вот начинается матч если я правильно понимаю здесь обе команды а нет все правильно себя должна теперь выступает футболках нового цвета я чуть да думаю что то как динамо хьюстон что ли вышел капитан команды монреаль подчеркнул что игрой остался в целом доволен несмотря на проигрыш в этом матче и команда начинает вливаться и повышать собственный уровень игры тем самым мы видим всего лишь с разницы в один гол проиграли что в целом в матче сиэтл нынешнего созыва что ли очень даже неплохо рассказывайте раз вы были на матче ну вот я на наблюдал ну не так что прям хорошо но страны видел что в принципе мне монреаль понравилось то есть это новая команда я не раз ним не играл и вот это была моя первая игрока на которой я наблюдал вот и у них была такая возможность самом конце игрок пом нападающий выходит один на один обводит вратаря и почему-то не без пустые ворота то есть это был по счете 32 это была последняя минута то есть монреале мог просто взять и совершить исход матча да и решить исход матча и как бы сыграть на руку именно интересно вайл x7 войдет ли этот момент в эфир посмотрим я надеюсь что войдет потому что он такой-то саш яркий момент и там море эмоций было вот а до матча мне посчастливилось услышать разговор сетла и инсайды подъехали но инсайда поехали вот я не помню кто я просто не 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 разбираюсь в игроках но кто-то говорил что если вы в первом тайме забьете забьете меньше 6 это все это просто а это плохо это очень плохо это не играют ребят ничего что-то получилось два раза меньше даже не за первый там а за весь матч но не на цене для кого не секрет что сет он не очень важен соперник поэтому так и говорят имеют право возможно почему нет в этом сезоне они достаточно очень яро начались начали этот турнир понял я тебя понял максим ну все-таки сиэтл владеет преимуществом здесь вот дальний удар с вратаря но несмотря на это ванкувер создает моменты все равно вот здесь вот гол ванкувер здесь наверно отыгрался я дима стал 31 30 21 потом 31 по моему 32 я не могу против такого сильного коллектива ванкувер ванкувер удается создавать монреаль монреале удается создавать моменты это уже показательно поскольку приятно что команда вливаются я больше чем уверен пройдет еще я это не перестану повторяется из эфира в эфир чем дальше будет погружаться сезон скажем так тем больше и сложнее будет всем командам поскольку уровень выровняться аутсайдеры но останется пара пара аутсайдера все остальные середняки будут бороться и отнимать очки это безусловно есть что добавить по этому матчу в принципе вообще что хочешь сказать светлов у них очень сильная полузащита но нападение принципе средняя а в обороне не порой непонятными ну то есть тут наверное они бы они пары себя приводили потому что матч galaxy сиэтл был назначен пенальти причем но мы его играть не могли вообще не трогать он успевал кмячу то есть вот здесь да у них проскакивает момент когда они ошибаются в обороне вот они полузащита конечно очень сильная в матче с нами как раз я не очень хорошо прессинговали вот один из лучших наших игроков на команде маманик то есть им очень тяжело было на него по два игрока выходила собственно россия эту блоге благодаря этому наверное вы выиграл там очки но они очень сильно получить очень сильно опорник вот прямо туда полузащита них классно то есть мы пытаемся выйти из обороны было было тяжело и за и брата и брата сидать и перехват то есть они просто по полу что все груди выиграла вот так взяли разобрали просто по кошкам всю команду сиэтл ну что ж поздравляем сиэтл с не сильно уверены но все-таки виктории и переносимся к третьему матчу матч я могу сказать сенсация все это согласен я считаю что в принципе любой матч где нью-йорк теряет очки напомню что это экс-чемпион предыдущего сезона это уже в какой-то степени сенсация нью-йорк второй раз подряд теряет очки в матче с не самыми сильными командами как 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 казалось давайте смотреть это противостояние спортинг-канзас и нью-йорк-сити нью-йорк-сити команда которая заняла второе место в предыдущем сезоне которая провезла в принципе в целом почти оптимальный состав есть и люди которые ключевые игроки давайте смотреть что было здесь я смотрел этот обзор сейчас будет просто три раза подряд три момента абсолютно с одной и той же точке был 1 2 здесь будет гол нет здесь будет сейф и сейчас будет абсолютно такой же третий момент абсолютно с той же точке третий момент опять мимо просто три раза с абсолютно одного же ракурса и с одной и той же точке все да я замолкаю говорить о galaxy приметит как бьет шишело по моему лишил у него фамилия один из лучших игроков в принципе канзас когда мы играли первый матч мне канзас понравился на самом деле для меня сенсация то что они набрали два очка за четыре тура команда может сильнее играть вот но не реализовал выход один один касательно матча с нами канзас вел счете 20 потом мы совершили нереальный камбэк за 18 минут мы забили пять голов и конечно в конце матча под сдают начинают на не уставать вот но я слышал то что канзас еще не всех игроков на матч привозил мне кто-то еще не приехал москвой так понимаю но это у меня инсайдерская информация дима белякова и раньше играл в бразилии за интер вот он говорит то что в принципе канзас должен лучше играть у спортинга немножечко такая выкладка из после матчевых интервью у спортинга ключевую роль сыграли игроки оборонительной линии и вратарь как отметил капитан а нью-йорк свою очередь показал плохую реализацию и наверное игру в целом что-то не видно павлова точнее его ориентативных действий да я согласен как в том сезоне он прям выделялся в каждом матче мячей много было сказать честно и давид танаянта не сильно видно поскольку не знаю вот я почему-то помню что команда отличается хорошими индивидуальным действием каждого игрока и командной игрой но здесь почему-то что-то не хватает команде что же не хватает вопрос не знаешь не ходит банально фарта может быть да и в принципе канзас очень компактно играет в обороне их очень тяжело вскрывать именно то есть у нас в первом тайме с ними очень но не очень получалось они в принципе немного моментов то есть в атаке они не очень хорошо играет хотя у них очень классно нападающий топовых капитан вот а так в принципе в атаке но я не сказал что они как-то супер здесь вот очень очень хороший гол такой даст ну не знаю на шару не на шару слета ударил погони на не на шару папа попал в самый низ очень неудобно для вот это для вратаря чтобы сложиться отбить в итоге вот будет сейчас повтор хороший гол красивый мяч еще и подлетел что ж что еще скажем по этому матчу можем пройтись по статистике у спортинга отличился двумя голами нестратов и один гол забил рябинин и у нью-йорк сити два раза отличился бондарев и один гол за забил рябухов что мы тебе добавить по этому матчу ну на самом деле разочарован немного то что нью-йорк сити два матча подряд очки теряет причем с командами как бы не из топ-5 как с которыми не должны ну мы не можем сказать топ-5 не топ-5 и мы судим по предыдущему сезону вот потенциальный матч где они должны брать убрать три очка поэтому что второй матчал салоны этому нью-йорк 6 покажут посмотрим как будут обстоят дела в середине в концовке поздравляем в какой-то степени наверно спортинг все-таки с заслуженным очком в мальчик против фаворита команда которая далеко не самая последняя в этом чемпионате и перейдем к заключительному снятому матчу в четвертом туре чемпионат млс матч с участием моей команды мальчик динамо хюстон red bulls смотрим обзор вы наверно не могли видеть до этого понятное дело здесь вот первый же момент который попадает в обзор забивает артем шкурой лучше бомбардир нашей команды не устанут не устану я повторять это дублем отметился в этом матче вы играли с red bulls до этого нет еще команда очень очень хорошая серьезно порой где-то не хватает какого-то опыта быть может но несмотря на это команда прессингует команда навязывает борьбу я могу сказать так что есть какие-то позиции конкретной позиции где у них есть какие-то дыры и за счет этого можно брать и просто выигрывать здесь вот будет гол здесь ошибка нашей обороны я считаю полностью а именно правого защитника давайте вы вы будете смотреть это был участником этом матче непосредственно тогда но пока моментов было немного забили сразу все по сути а ошибся кто право защитник саша абрамов не самый основной правый защитник нашей команде но все-таки но здесь небольшая ошибка в обороне но все-таки я считаю что наш оборон честно я могу признать это мне очень приятно об этом говорит но наша оборона играет очень-очень слаженно мне это очень нравится и порой скажем так почищает то что гадим мы в ползащите я думал как никита а никита же он играть слева он слева играет вот здесь вот для меня очень обидный момент буквально немножечко не хватило для того чтобы завершить этот момент голом здесь удачно и про грамотно вышел вратарь здесь вот мне говорят из-за кадра что затянул я ну ладно я так скажу то что в принципе как-то я привык когда хьюстон играть на контратаках но тут видно то что вы как-то прессингуете стараемся но после того как в этом матче случился счет 21 по факту итоговый счет как это обычный бывает команда которая идет отыграться начинает начинает прессинговать а мы соответственно садимся в автобус причем абсолютно сами того не хотя ну серьезно во второй половине второго тайма все моменты были у red bulls но к сожалению им не удалось их завершить голом но мы в свою очередь достаточно высоко прессинговали и тем самым просто не давали им что либо сделать до обзор завершился можете что-либо сказать по возможно коллективу red bulls по тем результатам которые они показали в предыдущих матчах или вы даже их не помните долгом не помнишь продался продался ну на счет рыбался я не знаю сам еще сказать потому что с этой команды я меньше всего наверно знаком но хочу отметить что мне нравится новый коллектив канзас то есть я не считать нового жду вот и мне очень ну а я в свою очередь могу сказать что редбул столь симпатичный мне симпатичный симпатичный динамах юстон даму а но в принципе сколько редбул сашков на вагон 6 на данный момент red bull своем активе имеет секунду секунду 3 очка от речка но три поражения и одна победа по моему я не играли я думаю календарь у них не очень они не очень удачи коламбусом играли точно помню 40 проиграть предыдущем туре по моему не сити что ли ну неважно ну да по большому счету команда набирает силы набирает опыт поздравляем господи забыл уже коллектив динамах юстон с победы до приятно мне как капитан этой команды то что какой-то степени удачный календарь мы сейчас занимаем третье место даже возможно нет аж пятое место за нами galaxy противный ну что ж еще есть у нас три матча которые не засняли на видео матчи какие-то интересные какие-то по большому счету нет матч портланд даллас завершил со счетом 015 ну тут сложно что-то сказать просто сдалась на голову сильнее поэтому они не забивали и портланд просто видимо отдал игру в какой-то момент что на эти ребята могут сыграть в обороне до закрыться на глуху в принципе когда мы играли с портландом момент они создавали только за наших ошибок вот и на видимо просто даллас вот примеру galaxy есть плохая черта то что мы не можем прям вот соперника добивать а вот даллас видимо может то есть ну ну даллас просто реализовал у него хорошо свои моменты давил весь матч просто какой-то момент ну ты сам не понимаешь что если там команда проигрывать 05 и мне ничего не получается они бросают играть но все потом начинают сыпаться сам интересно что была похожая ситуация такая же как и вашем матче первый тайм завершил со счетом 0 3 а затем 12 голов во втором ну вот видимо до видимо портланд такая команда которая не держится первый тайм я считаю что не портландо в целом команда которая еще не набрала опыт просто банально просаживается где-то не хватает сил и просто получается также его 4 голода был забит и просто тереком еще не повезло ну нет соперникам понятное дело что не повезло сказал должен был выигрывать да это чемпион млс но коламбус ванкувер следующий матч завершил со счетом 3 2 я считаю что между не неожиданны счет но это неожиданный счет то что в кофе который не набрал ни одного очка забил два гола коламбус не пропускал и коламбу забил не так много нет то что забил не так новый я не считаю то что коламбус такая команда которая много забила на соборке в обороне хорошо играет вообще в целом оказали коламбус для galaxy самая не счастлива команда есть надо сказать мы просто не можем у них выиграть ну вот да вот у нас был момент когда в прошлом сезоне у нас было двадцать один матч без поражения 20 матчей 21 был с коламбусом и просто обидно прервали ну и ты по первому сезону помнишь как мы вышли на последний матч чтобы мы не делали как бы мы хорошо бы не играли проиграли 0-1 удар ведерников забил тогда не помнишь никто другой у них парень очень на кейна похоже такой высокий на 9 нереальный гол и коламбусом нам очень везет вот но в принципе на самом деле даже классно то что есть вот такие мальчика вот с коламбусом такой дерби настоящий но причем она такая она как бы то есть там нет какой-то агрессии тогда есть здоровая спортивная борьба то есть как бы штукала в принципе коламбуса допустим по тому сезону у них были проблемы составом вот они ну а нежные они сезон начали плохо сейчас они скамеечка да нет это заметно да но на нас всегда приезжал любят все белые не ну понятно да нет не все допустим пиладелька не любят они 6 но понятно здесь все таки я считаю что нужно было коламбуса забивать больше информация что они возможно не привезли состав не знаю я вот не говорил с тобой до эфира то что возможно коп америками скоро они решили немножко отдохнуть готовится и заключительный матч в четвертом туре нью-йорк космос орла орланда орланда выиграл 3-0 ну ты наверно тоже знаешь что нирк космоса игроков просто не было и но капитан их капитан их писал что с утра с утра все верно нет с утра матч был наоборот 9 20 вечера 9 до не могу ошибаться но говорил то что они смогут они просто приехать просил перенести да и табу да но в итоге они приехали видимо без замены ну то есть тут ну что сказать просто не собрались на орланда это тоже неплохая команда она очень неплохая команда опять-таки отобрал очки у нью-йорка до отобрали и как отобрали они 3030 все верно вот вот я готовюсь к эфиру хотел задать вопрос вам нирк космос команда которая вроде как принимал участие в предыдущем сезоне но начала не самого начала уже ближе концовки дайте описание команде нью-йорк космос вот я до сих пор не могу понять что это за команды команда которая может играть хорошо в целом против более-менее неслабых команд но может и проигрывать также легко очень такая нестабильная команда то есть они играют через матч но то что я видел меня с вами тоже тяжело как-то их описать вот есть пару игроков хороших вот допустим я часто вижу что не стандартов забивают защитник у них есть левый защитник невысокого роста к сожалению не поломать возможно сейчас не помню по фамилии а ну что ж мы завершили обзор перейдем к прогнозам перед прогнозом максим тебе тут письмо пришло цитата будем готовиться после этого матча копы не забыто 7 дней отчет пошел но это я еще хочу я еще хочу добавить тик так тик так я считаю что даллас выиграть все еще мать и в следующем туре переубеди меня ну что я могу сказать ну как мы сказал один из моих любимых игроков на ингалан мы отдадим яйца чтобы выиграть латс вот короче мы примерно то же самое сделаем сдался сдался но я конечно не буду говорить по громким заявлением то что нет как бы но мы выйдем за тремя очками вот в этой игре но но сказать то что мы выиграем я в принципе на свои матчи не даю не канико никогда прогноз вот ну у нас будет состав я и я надеюсь мы дадим бой в принципе все но я уверен что дала сумочек в любом случае матч будет хотя не за когда всех зрителей я бы сказал что будет многое зависит от кубков матча среди недели потому что если мы соберемся на кубков матч если мы сможем победить то да это психологически это может быть такой переломный момент в принципе мы уже с хорошими силами с хорошим настроем будем сможет ли вы сможете ли восстановиться да не я думаю сможем я специально старался ставить матч на среду не на пятницу мы играли с пятница я старался ставить мощно среду дела я попросил нет матч мог мог быть сыгран в пятницу вот и поэтому если если мы играли в пятницу саранде а потом играли через два дня сдался но естественно лидеры были бы уставшие это было бы плохо так нет пресс мы естественно установимся к матчу вопрос когда будет игра потому что там кстати за зенит спартак играет может быть кто-то не приедет еще и может быть а может нет в целом как бы нет но я думаю майка моя команда принципе все всегда собиралась на дал вот я думаю в этот раз ты и дала соберется я думаю будет очень интересно стоит сказать для зрителей что 5 тур будет очень жарким календарь так сложился очень 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 интересно будет я думаю пятый тур в плейлауди мы будем обсуждать очень рьяно скажем так я говорю сеттл нью-йорк дать так про начинаем прогнозы я называю матч вы говорите ваше предсказание вот вот даллас galaxy как должна быть вот ты скажешь я сейчас возьму опять в игры абонемент кофейни давай даллас galaxy честно я я не хочу говорить поскольку что вы что дала сейчас показывать не лучшую игру я скажу так поскольку вы тебя я согласен то что именно и дал сможем лучше вот поэтому случится может что угодно я скажу так будете играть очень плотно инициативу отдавать не будете будет очень много центра поля и наверное можно не буду говорить в таких ситуациях говорит ничья но нет я не задал серьезно я говорю что это был провокационный вопрос для того чтобы оживить вы что вообще скорее всего ничья да но может повернуться исход матча в любую сторону короче такая упорная игра и максимум вы сами прекрасно понимаете сеттл нью-йорк вот тут наверное даже сеттл быть фарит наш нью-йорк но два матча они не выигрывают вот нет нью-йорк соберется на эту игру точно уверен но с другой стороны обида про после двух как-то потеря это может тоже влиять я думаю будет как бы грызть точно нет на легкую машину и учитывая то что у все-таки усить если они привезут своих защитников они не будут косячить и сеттл будет очень тяжело я думаю честно говоря сеттл первой перечки потеряет я думаю я думаю уж ничья будет но фаворитом скорее выделюсь и этого лотере окей нью-йорк космос портинг канзас я думаю канзас но минимальная сказать еще свою игру находят вот и я думаю как но я думаю тут их первая победа вы портланд монреаль я считаю что это что этот тур в целом очень хорошая возможность для команд которые все-таки находят для твоей для дороги не все-таки начать набирать очки но командам который наверху начать терять очки но так портланд монреаль но я думаю все-таки монреаль выиграть но не будет разгром не уверен в принципе даже портланд если он сыграет так как с нами так также настроиться и будет играть до конца я думаю они даже выиграть могут но все-таки манами монреаль фаворит что на речке набирал до этого после следующий матч который я считаю что будет не менее интересным коламбус орландо орландо который вызвал 3-0 сити который показывает очень хорошую игру в этом сезоне ну как в этом сезоне начале коламбус знаете как принято говорить в обзорах а выиграет коламбус но орландо забьет с разницей в один-два мяча колам 100 просто коламбус очень хорошо играет в обороне я думаю это знают все прекрасно вот это что я бы не сказал что в этом матче будет прям очень много голов забита но я все-таки поставлю на коламбус потому что это все-таки мы эту команду хорошо знаем с максимум вот и именно эта команда возможно пришел исход чемпионской гонки прошлом году для нас филадельфия рэдболлс ну тут без варианта почему нет ну у филадельфии просто нет ну и просто нет ну я не знаю что что должно произойти тем более был было было до заявочное окно там сколько четырех человек и тогда никто особо не пришел ну не просто не знаешь должно измениться как должен red bulls не приехать и приехать филадельфия чтобы хотя бы ничья была потому что по матчу galaxy филадельфия филадельфия очень нужно прибавлять а и заключительный матч в пятом туре динамо хюстон ванкувер я думаю все таки хьюстон фаворит более хюстон сейчас в лидирующей группе идет как приятного терки я думаю все таки хюстон выиграет но играют легкой не получится ну что раз день быть 4 хотя нет я думаю в этом 3 1 опять-таки не шмут из обиталом судом еще поэтому ну да тоже легкую мочень будет точно прогнозы завершились перейдем к заключительной рубрике в студии плейлаут это обзор турнирной таблицы пройдемся быстренько коламбус и сиэтл занимают уверенные первые места первое второе место 12 очков абсолютно без потерь затем четыре коллектива имеют девять очков это даллас лос-анджелес galaxy динамо хьюстон и орландо нью-йорк-сити на удивление седьмое место занимает в чемпионате млс семью очками затем манреаль 4 очка целая группа команд которые имеют три очка это red bulls нью-йорк космос и портланд 2 очка у спортинг канзас и две команды замыкают турнирную таблицу не имея в самом активе по нулю это ванкувер и филадельфия закономерно незакономерно ну в принципе тяжело что говорить четыре матча сыграно вот по лидирующим группе скажу то что сложно сказать что-то по коламбусу потому что они не играли реально с командами где они должны были очки но не давай не должны могли потерять очки вот на что они везде были но таким достаточно фаворитом ну безоговорочно вот сиэтл конечно очень ударно начал этот сезон и я думаю варить первого первого круга если вот первый круг закончится будет все тоже на первом месте потому что они провели матч далласом про или матч делался остался коламбус нью-йорк но еще орландо ну вот посмотрим насчет орландо орландо для меня такая команда которая как раз таки может вклиниться в борьбу потому что и отобрать очки и отобрать очки потому что у нью-йорка не отобрали очки сдался мы так понимаю игра была достаточно вязкая там 42 вот ну посмотрим на орландо еще но как в принципе сейчас естественно все достаточно закономерно хотя вот нирк сити то что идет низко так тоже вопрос почему вадим лос-анджелес галакси над на четвертом месте хорошо или плохо ну конечно не хотелось бы терять очков вообще да ну вы как в любой команде но я считаю что в принципе если опять-таки изучаться к тому матчу свет вам все по делу и я надеюсь что дальше мы не будем уже терять очки и начнем заново набирать их уже воскресном матче спасибо за ваше мнение по большому счету эфир подходит концу вас я благодарю за то что вы посетили максиму за то что он уже в который раз приехал к нам студии плейлаут в один те в какой степени с дебютом ну а зрителям зрительный плейлаут я как всегда пожелаю любите играть футбол и до новых встреч в следующих выпусках пока